вчера я был в москве так вышло что предложили там пробы на одном канале и надо срочно было вся эта срочность вчера в шесть часов я встал спал плохо на аэропорт платов с каменска на машине потом там болтался по аэропорту наконец-таки прилетел в москву где-то часов три шереметьево добирался до шабаловки по пробкам московским там все завалено снегом в пять часов примерно был в шабаловке значит там картинка меня просили о том о чем сняли пробы и уже где-то примерно в пол шестого если не позже вызвали такси потому что я назад должен был возвращаться поездом 20 который отходит в 18.42 навигатор показал что мы опаздываем не добираемся я позвонил что заказывайте мне гостиницу редактора предложили мне они пойти ли мне в метро остановился пошел в метро с киевской на комсомольску успел поезд еще не подавали то есть на машине я бы не успел так и вернулся и вот и вернулся так сказать быстренько промчавшийся по по пространству и и сегодняшнюю запись я хочу назвать так учиться учиться и учиться а вот чему чему учиться чему учиться вот сейчас покажет я открою youtube там будут ваши отзывы и они покажут чему именно я лично учусь и как то не хорошо вообще советовать но тем не менее я попытаюсь сделать это такое такое неблагодарное дело и так открываю свою творческую студию комментарии просмотреть все и начнем так на так 20 минут назад это про lexus 570 справа стоит его девятка а это надо смотреть видео вот я тут отвечаю вот я тут отвечаю справа стоит его девятка ну возможно то есть я тут пытаюсь значит согласно дмитрию слукавить выдать то что я имею lexus за за блеф на самом деле я значит имею девятку да согласно дмитрию ну ладно вот первое так сказать я люблю еще знаете записывать что-то такое потом на что-то опираться девятка то есть это в основном где-то пойдет машин отзывы на мои машины на мое так сказать имущество ну ладно следующее это сверху вниз в мае мая июньском 42 минуты назад здравствуй петрович рада что обнаружила этот ролик это про вегетарианство очень вовремя я сегодня 10 день на растительной пище без хлеба мера вынуждена пытаясь воспитать кишечник совсем обленился а кишечник у нас сразу же он у нас не облименяется вот извините что я так говорю он не ленится просто напросто мы ему даем ту пищу при которой он бы нормально работал то есть организму надо и органам нашим надо дать именно ту работу которой они приспособлены а если эта работа не та естественно и работать он не будет То есть он не облинился, просто он не может на той пище нормально работать. Продолжаем. В принципе, я не вместо этого. Рыбу люблю иногда, больше травоядная. Так что мне не сложно, больше травоядная. Вот смотрите, а сегодня у нас февраль месяц. Февраль месяц. Если пища идет травоядная, то она вызывает так называемое перевозбуждение жизненного принципа ветра, которое вызывает в организме сухость и холод. Сухость в первую очередь происходит, я уже говорил, где? В прямой кишке. То есть там высыхает и возникает так называемый запор. Вот вам и не хочет работать кишечник. Вот мы и воспитываем его. Это, знаете, когда ребенок что-то там не понимает, а вместо того, чтобы не объяснить ему, как это делать, мы его лупим, 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 и он совсем отказывается делать что-либо. Вот тут мы вот так вот точно поступаем. Так, первые результаты есть. Есть, как говорится, в животе праздник. А что именно под праздником имеется? Почти все наладилось. Ну хорошо, но по молочному скучаю. Вместо хлеба им пару ложек теплой каши. Остальное сырые овощи приправлены растительным маслом и присыпаны разными приправами. То есть сейчас сырые овощи ведут к тому, о чем я вам сказал. Овощи должны быть сейчас теплыми. Значит их надо тушить. Теплые овощи, каша, плюс, давайте в качестве приправы, вот как лично я ем семена от мина, пол чайной ложки, чайная ложечка с утра натощак, и у вас кишечник заработает как надо. Вот сырые овощи, в данном случае они не работают. Но это пока вот. Очень интересна ваша книга. Как можно получить электронную версию? Да сейчас вышлю. Будет ваша электронная почта, и я вышлю. Да, кстати, сейчас как раз я начал работать к справке «Основы здоровья» одной книгой. То есть я когда сделал 10 книг «Основы здоровья», то есть она была задумана как одна книга, но потом, я когда начал делать, вместо одной в целях, в целях, опять-таки, лучших там продаж или еще, это уже без меня решалось, было выпуслено 10 этих книг «Основы здоровья», которые, знаете, вот так вот раздербанили этот материал, который должен быть одним. Вот я сейчас сижу и привожу это все в один труд. Так что давайте электронную почту. И пока мне не надоело эта вещь, я вам вышлю свой электронный архив. У вас будет не одна книга, а все, что я сделал. Но я еще не все, правда, в электронную форму перевел. Так, спасибо вам за ваш труд. Много лет знакомы с вашими книгами, которые часто мне помогали в сложной ситуации. Рад, рад, рад. Человек оценил, то есть, что книга работает. А если бы книга не работала, а просто так, знаете, была там вот как-то написана, так-так брякнулась эта книга, и я бы сказал, вот я писатель, выпустил одну книгу, видите, о, какой у меня труд и так далее. Но она бы для людей не оказывала никакой пользы, ее бы никто не покупал бы. Естественно, естественно. Никакого дохода у меня бы не было. Хотя к этому я и не стремился, но тем не менее, когда я сделал это дело, которое оказалось полезным мне, это принесло мне и материальные вещи, за счет чего я сделал вот этот вот дом, накупил вот эту вот аппаратуру, и чтобы дальше мог развиваться как творческая личность, если вы такого имени посчитаете. Так. Дальше. Ярослав Ткачев час назад, простите, и написала со страницы своего внука, оказывается, переделывала. Ну и что, что вы написали? Вот опять, значит, час назад Ярослав Ткачев пишет, это посвящается всем, кто будет голодать. Добрый вечер, Петрович, в жизни я попробовал голод по вашим книгам 5 лет назад. В 2013 году, первые 5 дней, затем через полгода 9 дней. Результаты были, но я как-то не очень это оценил тогда. Да, бывает так, мы особо не оцениваем то, что, знаете, вот как-то достается, особенно в плане здоровья. Думаю, что так оно и будет. Сейчас повторил голод в 10 дней, с 27 января по 5 февраля. Буквально обалдеваю от всего этого. И теперь понимаю, что буду повторять и не один раз. Это работает хорошо, еще разок я повторяю, когда это в системе. То есть через какие-то периоды времени это повторяется. Это очень красиво чувствовать себя хорошо, и при этом не есть. Ну, у всякого по-всякому бывает. У меня тоже были лично такие периоды, когда я на голоде чувствовал себя так прекрасно. Был такой энергичен, что я думал, вот это да, можно и дальше жить. Ну, не всегда такой голод бывает. Я рад, что вам попался, как бы сказать, организм преподнес вот такой голод. Я пила воду структурированную. Как делать ее научилась? Опять же, в книге. Ну, видите, руководство должно быть не просто такое, что касается только узкой области, ага, голодать. А что для этого надо? Как выходить? Как входить? Что думать? Какие процедуры применять, чтобы это прошло легче? В сутки выпивала около двух литров, а то и более. Даже не замечала, хотя в жизни вот буквально нахалом вталкивала себя. Живу, значит, а если она не требуется, зачем ее и вталкивать в себя? Организм вам подсказывает, что делать. Живу недалеко от города, поэтому ходила в город пешком примерно около 5-6 километров в день. Отлично! Ходьба на голоде – это то, что надо. Число кишечника положено через день? На сей раз, кроме ядовитой зелени, пока ничего получило. Но уверена, что это хороший результат, кроме ядовитой зелени. То есть ядовитая зелень, это как раз говорит о том, что вот выходит, вот эта зелень, это не что иное, как представляет собой некую там грибницу, которая живет в нас, естественно, питается нами, ведет себя так, знаете, умеренно, чтобы мы ее особо не обнаружили, но тем не менее, она так свое забирает, то, что надо. И вот голод как раз ее и начинает выводить. Так. Что это хороший результат? Да, это прекрасный результат. Выходила из голода первый день на молочной сыворотке с утра и днем 1 литр, потом овсянка, в супе, в слизистом, с тертой морковкой. Прекрасно. Слизистые вещи, как раз на голоде хорошо организм воспринимает и так далее. Сегодня уже нормально овощной суп с перловкой, кусочек сыра и то не очень тянет. Вот пока крупы, овощи, да это отличное питание. Причина, по которой приняло решение делать, все это опухоль молочной железы. Если опухоль молочной железы, это говорит как раз, что опухоль сама, конечно, она разная бывает, но вот если из желудочно-кишечного тракта выходила вот такая вот жижа, типа разлагающей грибницы, значит, она может дать прорастание и на молочную железу. Это, конечно, не обязательно, я так примерно предполагаю. Это далеко не обязательно. Далеко говорю, не обязательно. Но, тем не менее, это может быть. Сделала три года назад МРТ, УЗИ оказалось от того, что предложили врачи. Конечно, интересно было бы, что там они предложили врачи, отрезать или еще. Биопсию не делала. Ну, не будем говорить на врачей, что-то там плохое. Это пускай там останется. Итак, есть небольшие болевые ощущения. Решила, что это мне ничего не даст. 24 февраля мне исполнится. 63 года. Ну, мы с вами почти ровесники. Я чуточек старше. У меня идет 64. Я человек позитивный, любознательный. К врачам особо и в жизни не бегалось. А сейчас решила, что буду делать все сама с моей помощью и с вашей. Ну, что сразу о моей помощи и в вашей. Моя задача, моя задача лично, это было изложить общенародное знание по тем или иным вещам. То есть, по всему образу жизни я уже разбил на разного рода разделы. Пожалуйста, пользуйтесь. Помогает? Отлично. Я рад. А народная мудрость, конечно, она оттачивалась не одну сотню лет, поэтому я думаю, что помогать будет. Что уж мой ум почерпнет, тем и воспользуюсь. Прекрасно. Набрала ваши книги, смотрю ваши ролики, прямо про меня все. Отлично. Отлично. Это уже большое дело, когда автор так рассказывает, что вы это относите к себе и чувствуете. Это уже очень хорошая вещь. Действительно, за все есть цена. У меня только один вопрос. Сколько раз в год можно голодать и какой общий ритм? Значит, можно голодать, вот как вы примерно голодали, раз в 3 месяца, раз в 4 года. То есть, можно раз в 3 месяца, раз в 4 года. Фу ты, раз в 4 месяца. И какого вообще сделать ритм? Уже сказал. В одной из ваших книг написано, что сердечником не более 10-12 дней. А у меня еще ко всему рекомендация на подшивание электростимулятора. Пульс редкий. Давно с молодым. Если вас это не беспокоит как-то, ну и что, что он редкий. У меня, допустим, он частый, но это не беспокоит. Да отлично. Ничего не надо подшивать. Вы ходите, вы нормально себя чувствуете, вы двигаетесь. На вас это никак не сказывается. Да продолжайте так же. Или по ощущениям. Я вам уже сказал. Мне было жалко выходить на десятый день. Было хорошо, но я побоялась дальше в первые разы дольше голодать. Ну и правильно. Да, иногда так бывает. Я уже рассказывал, что голодаешь, прекрасно себя чувствуешь, думаешь продолжать. А тут надо выходить. Дай вам Бог долгой и интересной жизни. Спасибо. Жизнь насыщена. Спасибо же вас за ваш изумительный труд. Уважаю и ценю вас. Спасибо большое. То есть человек на своем практическом опыте уже оценил, что вот перед вами сидит в красной куфте и очках лысый мужик щекотряс, как Неррич стал щекотряс, который не только может щеками трясти, но и может что-то такое порекомендовать отдельно. Так Назарчук Владимир пять часов назад в гараже ЛС 430 стоит то есть там 500 джип у меня стоит 570 да стоит ЛС 430 вот сейчас на нем я ездил отвечаю да стоит он так вот интересно и теперь дальше пошли вот Sky Light 19 назад вот он здесь написал это голод 40 дней значит здесь не пахнет 40 днями вот теперь чему я это все начинаю то есть учиться учиться и учиться как сказал классик многие знают но я не буду его повторять кто именно так вот интернет это можно сказать про образ это основная тема сейчас пошла это про образ нашей всей жизни примерно он показывает что что вот этой маленькой модели которой является интернет мы теперь смотрите с помощью будем говорить беспроводных вещей можем связываться с какими-то там сайтом мы можем связываться с информацией мы можем что-то полезное черпать мы можем друг с другом общаться мы можем друг другу помогать а можем можем своим неверием своим вот знаете я так не побоюсь этого слова говнистостью которая у нас имеется мы можем этот интернет засорять и делать другим людям кому это адресовано ну в данном случае допустим неверие это направлено на меня да делать больно просто до того что грубо говоря сильно гнобить человека и все это в интернете вот так знаете как в модели она так проявляется гораздо в большем так сказать количестве все это вот человек подумал и написал это через интернет ко мне пришло а когда он подумал и помыслил это же самое пришло ко мне через вот этот огромный интернет в котором мы живем через вот это вот мироздание и как я сейчас реагирую на это понимаете да то есть я это осознал и так далее то есть я на уровне осознания души и тела отреагировал так точно когда человек это сделал мысленно все это да вот такой секунд да он там брешет голодал там что там он голодал и не пахнет таким голодом что он там делал вот это все приходит на мое мои тонкие структуры уже духовные и они начинают с этой информации взаимодействовать понимаете и можно вот теперь смотрите можно грубо говоря удачно посылая свои мысли в пространство вот эту огромную вселенную притягивать благо к себе притягивать какие-то знания улучшать свою собственную жизнь а можно можно и в целом влиять на это образование под именем вселенная которое является богом для тех кто не верит да который создал вот это все и мы тут кавашимся и это все поддерживать гармонизировать и работать с творцом в в единой связке а можно за счет вот таких различных посылов сомнений или прямых знаете этих вещей просто-напросто разрушать это мироздание и он и я это клеточки это две клеточки вот в этом вот организме для которого мое сознание является богом и эти две клеточки которые должны работать на организм этот в гармонии в связке они начинают тут делать разлад это может быть это не может быть это значит такое это тосякое ах ты такой ну вплоть до уничтожения как кстати сейчас и творится во всем мире говорят что это люди лишние не вписались в рынок другие вписались в рынок мы при деньгах а вы без денег нам и нафиг не нужны и понимаете что получается так я копнул несколько туда ладно что мы разрушаем разрушаем вселенную в которой живем надо же вот это надо осознавать что вы делаете вот такими посылами и эти же посылы теперь смотрите что дальше получается вселенная вселенная как и организм когда одна клеточка хочет жить за счет других клеток превращаясь в раковую клетку организм с ней начинает бороться онкологически убирая ее изолируя и иначе если он попустит все это дело она разрушит его то есть миленький ты мой зайка вот он как раз sky лает зайка ты мой не пиши такого вот не делай такого в первую очередь в первую очередь это возвратится к тебе оно пробегит вот по всему этому пространству в интернете она только ко мне прибежала и вот я еще вам там сказал вы там еще может там негодуете или там радуешься что такое есть а так она пробегит по всему интернету и вернется туда вернее по вселенной и вернется туда откуда все это вышло многократно усиленно и так вас стебанет самый знаете неподходящий для вас момент но на самом деле это все выбрано будет тщательно чтобы знаете так вас лыснуть хорошенько за все вот эти ваши дела за все ваши поступки которые вы тут совершаете что мама мама мало не покажется то есть вот чему можно учиться в интернете это тому что доброму отношению отголодал там ну допустим я вот отголодал до этих 40 суток да знаете вот вот лично мое мнение человек отголодал человек что-то там сработал человек там катится или еще у меня не возникает вопроса это правда или там неправда у меня возникает вопрос в первую очередь если он так отголодал грубо говоря там 60 суток я 40 суток отголодал а он 60 молодец как-то нашел а как же он это сделал а что же он сделал и я пытаюсь у него поучиться чтобы допустим его результата достигнуть потому что люди отголодали 40 суток святые там и так далее и мне захотелось вот они отголодали а я что хуже а как они смогли а я не смогу а почему и я вот-вот-вот потихонечку готовился 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 и сделал это то есть это это вселенная нас учит вот этот вот интернет малюсенькая вот эта вселенная которая сейчас у нас вот эта паутина всемирная вокруг нашей планеты она тоже нас учит так надо учиться понимаете а не выплескивать свое несовершенство которое ну которое будем говорить вот она наводнила уже интернет она уже превращается в какое-то зло понимаете которое потом достаточно одного там щелчка чтобы она сработала и что-то случилось то есть информация накапливается негативно трех-бах начинается вплоть от каких-то там катаклизмов и прочее 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 грубо говоря и плюс себя если вы голодали больше или вы считаете что это вот не надо так было написать это не пахнет сорока днями а надо было написать что это там не похоже вот я там допустим сам голодал или еще что-то сделал и так далее и тому подобное что это не похоже согласно моему опыту и так далее вот это было бы ценно вот это было бы хорошо а так понимаете это вот негатив который который в первую очередь вот это неверие пойдет на вас и вот это вот отравляет вот это всю нашу эту паутину под названием интернет поняли о чем я говорю учиться и учиться и учиться учиться черпая информацию которая там есть в интернете нужно учиться например почему этот человек так сделал почему он так сделал почему он это имеет почему он то имеет хорошо ли вот это имеет за счет того что хорошо или плохо или еще но это надо знать процесс а потом уже говорить поэтому вот эта тема сразу же затронулась далее Лина Аракелиан 20 часов назад ответы на вопросы здравствуйте Петрович меня интересует вопрос о паразитах читал вашу книгу и смотрел передачу Малахов плюс по этой теме хотела попросить можно ли записать виды на эту тему самыми действенными способами желательно не требующими клизм как например коньяк с кастролем маслом можно ли это делать несколько неподряд 2-3 значит дня или повторять лишь спустя неделю 2 спасибо можно это сделать можно это сделать и оказывается отказывается вот на данный момент очень эффективная вещь которая действует и на больших паразитов типа глистов и на самое главное на грибков на микрофлору дурацкую которая там норовит нас есть это использование эфирных масел в виде семян потому что эфирное масло да оно будет действовать вот я выпил допустим чайную ложку черного тмина оно пошло через кровь там действует но как правило в кишечнике в тонком кишечнике в толстом кишечнике это все где-то обходит мимо потому что это лежит в полости кишки да а кровь вот здесь движется она как тут была так и процветала а когда вы чайную ложечку вот этих разных семян тмина черного я сейчас тмин уже съел у меня зира пошла семена зиры потом идет там гвоздика в палочках вот цель надо жить не молото потом значит еще что-то другие такие вот эфироносные такие травы особенно семена они идя по желудочному кишечному тракту естественно набухая от желудочно-кишечных соков они выделяют вот этот вот свой аромат который является для всех этих паразитов смертельным почему если бы семена сами по себе не защищались с помощью вот этой вот эфиросодержащейся вот этой вот субстанции им бы как лакомое блюдо в первую очередь съедали бы бактерии грибки сразу же мгновенно а так они лежат в земле и прорастают понимаете растение защищается так мы используем силу растения для того чтобы защититься то есть мы уже используем ум учиться учиться у природы как она защищается от паразитов понимаете можно кору там использовать кору там есть как правило горько там кора горько содержащая там вот цвете там танины которые там будут убивать но оказывается вот с моего опыта лучше всего семена душистых растений которые проходят желудочно-кишечный тракт и нормализуют нормализуется перистальтика и многие другие вещи а буду говорить ну не хочу сказать что до этого я сам дошел до этого я дошел сам в процентах в 90 так но эта информация лежала во мне а потолкнул мне через интернет Эльдар Элисов насколько я так понимаю он говорит Петрович эфирные масла эфирные масла новое слово я там посмотрел но этот профессор мне он не понравился там говорит так далее о том о всем но тем не менее отложилось я стал использовать несколько по по иному ну хотя и то что Эльдар мне говорил вот именно как его опыт потому что я не дошел в лекциях этого про эфирные масла как он там использует и я ощутил великолепный результат учиться учиться надо у природы ответил так Жан Садель день назад а я там с Гилькой просаю 24 килограмма он сказал ничего себе молодцы спасибо да Жан Садель мой сайт выбивает Андрей Малахов поисковик да к сожалению Андрей Малахов оказался намного популярнее чем старший Малахов Геннадий и поисковик значит но вот смотрите там надо набрать английскими буквами Малахов и она тогда точно вас выведет туда куда надо вы вот на что лично я рассчитываю многие рассчитывают на поисковик тем что вот они забивая правильно значит слова подбирая поисковики выдают ту или иную информацию и они входят на сайт там смотрят а видят а там ничего полезного нет и наконец-то они сталкиваются с такими сайтами в которых что-то полезно и тогда они начинают туда целенаправленно заходить поэтому я вот на это надеюсь что здесь на моем сайте на моем канале вы найдете нечто полезное так а расскажите знакомы ли вы кого на телевидении из ведущих считается образцом кто на ваш взгляд достойно работает ну что сказать я кратко скажу да все они достойно работают чтобы работать на первом канале или на российском канале надо быть своего рода профессиональным даже на восьмерке Таня Ларич прекрасно говорила прекрасно смотрела но до этого по-моему на НТВ работала вот то есть там отбирается народ который который может это делать поэтому он и работает ну и есть конечно голосом там но я с ними просто знаком они общался особенно я общался это с Андреем Малаховым это потом с Леной Прокловым вот далее с Ангелиной Волк все они профессионалы своего дела понимаете все они профессионалы своего дела и мне среди них очень так сказать было хорошо работать и более того голыбы и чтобы среди них не затеряться понимаете они могли тебе запросто взять первую скрипку в передаче а ты там сзади что-то будешь делать и в начале несколько это было ну 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 так Миша князь в Лексус 570 жрет бензин а что он должен делать конечно так дальше что самое главное день назад это значит люди которые употребляют только вареную пищу никак информации от нее не получают так как с информацией улетучиваются неправда неправда что самое главное в пище это Андрес Лсат пишет неправильно значит я разбирал для себя что там происходит что там происходит да будем говорить структуры структуры энергетически не так-то просто поломать как нам кажется там происходит в основном за счет того что вода делается не та то есть в свежих овощах и фруктах вода структурированная структура это естественно сразу улетает вот то есть полезность этим уменьшается далее значит биологически активные вещества часть разрушается часть там остается но оказывается не это все-таки главное там еще остается достаточно всего понимаете и плюс плюс что все-таки главное почему я вот подчеркиваю о о том что в холодное время холодное время пища которая росла растение там которые летом она охлаждает окажется на нас не столько ну говорит вот эта вот информация воздействует которая там находится не столько биологически активные вещества но если потребляется пища не к месту в холод охлаждающую она вызывает она перечеркивает все значит и структурированную воду что в ней имеется перечеркивает да она перечеркивает все биологически активные вещества перечеркивает все там вот эту вот информацию перечеркивает И наносит охлаждению гораздо больше вред, чем она якобы может принести вот этими полезными своими свойствами. Вот это надо учитывать, это никак в голову не войдёт. Значит, что я говорю? Опять, учиться, учиться, учиться. Если вы ещё не столкнулись с перевозбуждением ветра, это хорошо вообще-то. А вот если вы столкнулись и не знаете, почему это вызвало свежайшая пища, которая должна, с учётом вот этих всех вещей, что я сказал, воспитать и делать сильным, то тогда вы ко мне сюда на сайт или к тем людям, которые это могут разъяснить вам в моей книге. Вот так-то, улетучивается. Что-то улетучивается, а что-то остаётся. Ну, я объяснил-то всё. Так, обо всём день назад. Здравствуйте, спасибо за ваш труд. Подскажите, как не набрать большой вес после голодания. Ведь он увеличится даже при контроле за приёмом пищи. Ничего страшного. Смотрите, во время голодания, конечно, вес вы потеряете. Согласно индивидуальной конституции, допустим, у вас должно быть там 60 кг. Когда вы поголодали, там, с целью очищения, вы там ещё сбросили, ну, грубо говоря, пускай ещё 10 кг. Так вот, организм доберёт свои 10 кг до 60 кг. И дальше, с помощью вот этого питания, он может, ну, чуточку поднимется, там, будут, скажем, баться 61-62 кг, и так будет держаться. Если вы будете применять раздельное питание, если вы будете применять, опять-таки, смотрите, фрукты и овощи в тёплом виде, вот в качестве первого приёма пищи, вернее, ну, да, первой еды, а дальше, там, каши, там, я не знаю, там, мясное или ещё, и у вас будет держаться. Естественно, физическая нагрузка, которая делает наше тело таким цельным, понимаете. То есть, это всё-всё делается. А если человек не понимает, он думает, что он сбросил вес до 50 кг, до 60 кг, и вот эту ненормальность, он хочет свою поддерживать, она, естественно, пррёт из него, пррёт из него, потому что жизненный принцип ветра перевозбуждён, и хочет организм, естественно, восстановить это, а вы не даёте, у вас ни с фигурой, ни с психикой, ни со здоровьем ничего не получится. Так, давайте дальше. Вот, теперь Ирина Ирина в день написала, опять-таки вот, учиться, учиться и учиться. Значит, на вегетарианство, да, пишет, «Жалкий самодур, отчаянно хватающийся за свой убывающийся заработок». Иришечка, дорогая моя, вот смотрите, вот опять-таки, о чём я вам говорил. Вброс негатива. Но, чтобы судить о человеке, его надо знать. Знать, откуда идёт заработок. Знать ещё что-то там такое, да? Вот, и потом уже говорит, это так или это не так. Или, знаете, вот действительно можно какое-нибудь видео создать, ну, вообще, вот, вызывающее у вас какое-то удивление, и вы его тиражируете, и, ну, вот, в основном, как правило, какая-то там глупость будет, да? Глупость или фигня. Я же не стараюсь рассказывать о вегетарианстве, да, вегетарианство, веганство, сыроедение, праническое питание, ну, будем говорить, вот, сказать, «А вот я знаю что-то такое, но за это надо заплатить, и я вам расскажу, и вы будете и сыроедами, и пранаедами, и всем чему угодно». То есть, вот такая постановка вопроса. А так как, опять-таки, вот за это, Ирина, Ирина, к вам вернётся всё, что вы послали, и вы получите это в своё время. «Самодур, отчаянно хватающийся за свой убывающий заработок». Ну, я уже прокомментировал всё это. И знаете, что я хочу ещё сказать? Вот, главное, будем говорить, такая пословица интересная, «Слово не воробей, вылетело, не поймаешь». То есть, вы сделали дело, вы его уже сделали. Значит, важно, важно очень понимать, что, опять-таки, если мы живём в живом организме, имя которому Вселенной, который творец, создал сознание наше, да, то вот это, все эти посылы одной клеточке к другой, если они деструктивные, они будут гаситься. Там свои собственные системы стоят получше, чем иммунитет, и похитрее. И всё это, будем говорить, просто так не делается. Вызвали вы какое-то возбуждение? Вызвали, да? Значит, ждите ответа. Вызвали хорошее? Хорошее. Вот теперь про заработок это, наконец-таки, это скажу. Вот я в своё время книгами своими, это вдобавок, знаете, вот я вот рассказываю, а некоторые люди посмотрят, и всё равно нихрена не поют, скажут, он такой-сякой там самодур, и пытается что-то там на нас заработать, и так далее. То есть, люди находятся на разных ступенях своего развития, пускай они нафиг находятся и своё, значит, там, пожимают. Так вот, когда я написал вот эти вот книги, я работал с информацией, и они разошлись. Некоторые помогли, другие их там выбросили, третьи их подняли, через 10 дней применили, через 10 лет, и получили результат, говорят, вот кто-то выбросил, я там взял. И такое есть. Так вот, я сделал вот такой, можно сказать, информационный вброс своим трудом, который, который мне вернулся с заработком намного больше, чем я зарабатывал, когда был на спасательной станции, когда был на видоводочном заводе, когда я ещё чем-то, кем-то работал. Понимаете? Учиться, 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 вместо того, чтобы, о чём я говорю, как ты там, хотя бы вот это вот заработал, за счёт чего ты заработал, такой вопрос задать, вот эту цепочку исследовать, выдаётся вот такая вот фигня. Выдав фигню, вы в своей жизни, в судьбе, её и получите. Дальше. Так. Ага. Один написал, один написал, значит, я его стёр про лексу, значит, говорит, нифига себе живут жулики, ездят на таких машинах. То есть, человек видит, даже, понимаете, вот я слышал такую вещь, вот в Америке, если человек заработал, а там система отлажена. То есть, налоговая следит, откуда человек заработал эти деньги, система отлажена, да? И все понимают, что воровством, ну, возможно, там и воровством, но больше там люди заработают всё-таки своим честным трудом. И относятся к тому, что человек заработал, заработал, ну, допустим, отнесёмся к моему, на кого я вот равняюсь, допустим, это Арнольд Шварценеев. Он качался, качался, при этом, говорит, вы знаете, я в спортзале трудился, но когда я был в Южной Африке, и спускался в шахту, в которой работают люди, работают по 8 часов, и боли в таких условиях ужасны, да тренировка это такой, знаете, это такой кайф, и приносят тебе деньги, а не за гроши. То есть, человек понял, что он может зарабатывать вот совсем по-другому, не в шахте, а, допустим, вкладывая в себя, в своё развитие, значит, труд. И дальше, значит, сколько он вложил в своё тело, столько же он вложил в своё актёрское мастерство, далее всё это перенеслось на уровень того, что он стал губернатором штата. То есть, вот можно цепочку проследить успеха, как это работает. А когда человек вот это, да, а увидим его, значит, парк машин, и я вдруг скажу, да вы знаете, вот, вот немецкий негодяй, вот так, в Германии что-то хапанул, и приехал в эту, в Америку, и теперь живёт, и процветает. Хотя у него там и свои сложности были, то есть, не разобравшись, вот так вот брякнуть, вот так вот живут воры. Меня обвинили в воровстве. И знаете, ещё что хочу сказать. Каждый посыл в интернете, это и есть, значит, посыл негатива, с которым у каждого человека идёт своё собственное сражение, которое некоторых ломает, просто-напросто, некоторых там, ну, по-всякому, короче, это бывает, а некоторые, как воины, благодаря этому закаляются, становятся сильнее. Вот, они знают свою правду, что они делают, и прут, как ледоколы, а остальные все там что-то там пытаются сделать. прежде чем, я говорю, что-то говорить, узнайте об этом человеке, об его пути, что и как он делал, что у него получилось, на чём он заработал, как он себя чувствует, и так далее, и так подобное, а потом только можете что-то говорить, и более того, опять я говорю, учиться, и учиться, и учиться, как говорил нам великий Ленин, Йоханн и Бабай, чтобы на этом примере понять, как себя вытащить из того дерьма, в котором вы сейчас сидите в этом болоте, и квакаете, вот вам плохо, плохо из-за того, что надо себя вытягивать на этих примерах, а вы вместо того, чтобы что-то делать, и работать своим собственным, ну, вы только вот можете вот так вот квакнуть, учиться надо, учиться, так, дальше, тренинг у меня, я тут, гантели поднимаю по 27 килограмм, Виталий Ляхи, или Ляху, пишут, раньше в таком, возрасте люди считали стариками, ну, то раньше было, а сейчас, сейчас не такое выделывают, далее идут, связки, дед, связки колена, подболел, в какой день будет лучше поголодать, заранее спасибо, да, в любой день, голод действует на связки, в любой день, не обязательно что-то там приравнивать, чтобы это, да, есть, можно там цельновравленно, что-то там работать, когда согласно лунного цикла, одетого активны колени, тогда вы еще голодаете, еще что-то, но это настолько тонко, будем говорить, наука, настолько она еще, может, она тогда и была известна, но в данный момент, это все, все, понимаете, идут домыслы, но в любом случае, голодание работает, так, Дета 5 пишет, спасибо, я заметил своего опыта по голоданию, что есть такие дни, когда достаточно поголодать 2-3 дня, и уход разно, и застарелая хрень, да, есть такой, и был такой опыт, что 20 дней не дали видимых результатов, не вел записи, и не помню, какие дни были результативными, если вы голодали 20 дней, и никакого особо результата, не принесло, знаете, будем говорить, есть такие, конечно, нам хотелось бы, сразу что-то там такое сделать, и мы почувствуем себя лучше, а есть такое, такие изменения, которые должны произойти в организме, которые требуют значительных усилий, дают минимальные результаты, но эти минимальные результаты, оказываются наиболее желанными, и они сказываются в дальнейшем, ну, в принципе, я уже и ответил, да, так, Светлана, Светлана, голод 40 дней, горжусь вами, значит, один говорит, что этот не голодал, другой говорит, горжусь вами, далее, 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 я на все ответил, поэтому, вот сегодняшний день, сегодняшнюю запись, я решил посвятить тому, чтобы вы на интернете, как на маленькой модели, учились взаимодействовать с такими же, как и вы, идущими по пути, по пути индивидуальной, духовной эволюции, каждый из нас идет, и все человечество туда идет, понимаете, ну, чем быстрее мы начнем созревать, вот, в этой, значит, индивидуальной, духовной эволюции, тем лучше станет наше общество, а пока оно такое, вот, разношерстное, пока оно такое, вот это, и с времен библейских, по сей день, ничего не изменилось, ничего, понимаете, идет все те же, отработка душевных качеств, вот, и для этого нам дается, вот, мы говорим, весь мир, и при общении с людьми, при общении с людьми, вылазит вот это, вот, все наши несовершенства, как мы к ним относимся, так и получаем ответ, как мы относимся к окружающей природе, так точно и она на нас влияет, все эти связи такие интересные, вот, то есть, интернет как модель, вот этой вот большой нашей жизни, в которой можно преуспеть, можно жить и наслаждаться, можно, значит, творить, и все это, выморить в кайф, а можно, значит, можно из-за своего ограниченного умка, пребывать вот в таких вот каких-то шорох, и не видеть, и думать, если у меня ничего не получается, значит, и у других ничего не получается, а если что-то получилось, значит, это обязательно должно быть что-то такое отрицательное, за счет чего-то, не того, что он сам сделал, а то, что ему свалилось, в виде там воровства, в виде там взятки, в виде обдурения, в виде цепляния там за свой там заработок, заработок, и так далее, и тому подобное, и тому подобное, ну, на этом и заканчиваю, одним куском вылаживаю, смотрите, и думайте, вот это вот мой ответ, больше на эту тему не буду говорить, откуда я там, что там заработал, и так далее, и тому подобное, смотрите и учитесь, как эта жизнь показывает нам ежедневно, как надо жить, как надо зарабатывать, как надо преуспевать в семейном плане, как надо в творческом плане преуспевать, и во всех, во всех остальных, учитесь учиться, застал. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok